Спасибо, Антон. Да, действительно, столичные власти разрабатывают закон для шумных автомобилей. Это вот те красавчики, у которых глушитель рвется и музяка на весь проспект мира орет. Вот Собянин заявил, что существующий штраф в 500 рублей несущественный и предложил увеличить его до 5000 рублей. Насколько этот закон жизнеспособен, обсудим с Сергеем Гутником, адвокатом. Он сейчас на связи с нами. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, насколько жизнеспособен закон, как ловить этих нарушителей? Жизнеспособен закон или нет, сказать, конечно, на сегодняшний день тяжело, потому что пока прецедентов в Красноярском крае, наверное, еще не было. Во всяком случае, при изучении мной судебной практики таких случаев я не находил. С другой стороны, в общем-то, закон подготовил достаточно хорошую базу для того, чтобы такие случаи появились. Как сейчас у нас с законом о тишине в Красноярске? Вот как привлечь тех самых людей, которые ездят, например, по проспекту Мира с музякой? Необходимо сказать, что у нас на сегодняшний день существует две нормы. Одна федеральная, это статья 8.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Она напрямую говорит, что запрещено эксплуатировать механические транспортные средства с превышением уровня шума. Там действительно установлен штраф в 500 рублей, что является довольно смешной суммой. Но, Сергей, это все есть. А как доказать? Что нужно сделать? Нужно написать заявление, нужно снять этих негодников на видео или что? Пока единственным на сегодняшний день способом доказать, что действительно было, это снимать на видео, записывать аудио. Если есть у людей прибор, который измеряет уровень шума, а такие люди действительно у нас уже часто появляются, покупают приборы заранее, то можно использовать эти приборы. Но штраф в 500 рублей, наверняка он не сильно остановит любителей громкой музыки, как считаете? Абсолютно с вами согласен. Поэтому инициатива мэра Москвы, наверное, в этом отношении более существенная. В вашей практике, именно в Красноярске, может быть, в регионах края, как часто удается все-таки привлечь к ответственности таких людей? Конкретно таких людей привлечь, наверное, не удается. Я не находил такие случаи в практике. Но эффективнее всего бороться именно с теми, кто создает шум не из транспортных средств, а из других каких-то источников. По поводу 5000 рублей, вот эта столичная инициатива, если дойдет до Красноярска, я думаю, что все-таки потише у нас может станет когда-нибудь. Спасибо за ваш комментарий, за ваше разъяснение. Напомню, с нами на связи был Сергей Гутник, адвокат. Но мы продолжим после небольшой паузы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!